добрый вечер всем хорошим людям слава украине живи беларусь чуть-чуть подпростыл но зима все бывает друзья хочу вам немножко рассказать о пресс-конференции совместной моли и таракана знаете все это похоже на такой какой-то большой концерт разыгранное такое специальное мероприятие и я вам постараюсь рассказать почему вообще из огромной делегации которая целый день сегодня тусовалась в минске празднично получала букеты цветов лука лично вручал моли цветы по прилету даже вдруг откуда ни возьмись появился коленька ему дали возможность лапку моли подержать но это занимало буквально две секунды единственная фраза на которую я бы обратил внимание всего мы конечно посмотрим несколько моментов она касается то что говорящая голова да простят меня все лошадки лошади лаврова сказала она сказала мы спецоперацию были вынуждены начать для того чтобы украина не превратилась в анти россию по моему большего бреда лавров не извлекал из себя он часто конечно может нести ахинею это его профессиональная должность при диктаторском режиме моли но тот успех который они достигли за 10 месяцев по поводу построения анти россии такого единения у государства среди людей разговаривающих на всех языках мира еще никогда не существовало добились они потрясающих результатов притом на поколение на века ладно давайте кстати моли можно вот так не моли лошади можно вот так ответить вот таким вот видео это хороший сняли краткий экскурс тем мы были для российской пропаганды и все их не политики на протяжении 10 месяцев с кем они воевали и как все менялось знаете почему это концерт потому что то что не рассказывает людям совершенно не соответствует действительности только потому что когда люди провели как они говорят там сглаза на глаз тяжелые переговоры обо всем договорились они выходят и об этом рассказывают у них эмоции вот мы договорились о том мы договорились об этом они по три секунды поставлю чтобы вы поняли к чему я подвожу они выходят на пресс-конференцию где сидят их не все прикрытники специальные журналисты обученные с нужными вопросами и они начинают читать по бумажке и рассказывают мы поговорили про это сейчас а мы еще поговорили про это а достигли мы вот этого а еще мы сделаем это то есть совершенно не соответствует тому что происходит на самом деле начали рассказывать мы эскандеры в беларусь поставили спасибо великий пул найти еще так интересно звучало лука больше давит экономику дай мне такую же цену на нас я вообще готов изолироваться от всего мира потому что мне твоего рынка хватит ну страна 10 раз больше навсегда ты мне только дай одинаковую цену на газ и я буду в принципе голословно петь по твою дудочку потому что ты великий меня спас конкретно горит моль в двадцатом году меня тут хотели поработить ты меня спас поэтому я буду рассказывать все что ты хочешь мне только интересует экономика но ты великий и могучий путин сказал там мы вообще тут уже самолеты все не стали говорить про ядерное оружие а самолеты со специальным вооружением вот мы обещали полгода назад вот теперь мы уже учим пилотов и все у нас будет и все у нас будет ну буквально три секунды и потому что когда они уже вышли на живую отвечать на вопросы вот было два момента которых я вам хочу показать вот так они вышли на пресс-конференцию обеспечения безопасности союзного государства а также сотруд в общем друзья начало концерта было объявлено они начали читать по бумажкам почитали потом начали отвечать на вопросы рассказывать про чемпионат мира кто за кого болел хотя прекрасно понимают что команды стран где руководят диктаторы и такие сумасшедшие дедушки не будут на чемпионатах мира никогда я вам хочу поставить один момент где лука наконец-то озвучил кто они кем являются и за что они соревнуются с путиным я думаю это один из главных моментов где он конкретно подчеркнул кто же они на самом деле ну ну вы знаете мы вдвоем со агрессоры самые вредные токсичные люди на этой планете у нас только один спор кто больше хотя на самом деле это шелука не признался это он сделал еще один такой глубокий поцелуй в одно место путину потому что исходя из того что они даже читали по бумажке становится понятно лука добился по экономике всего чего он хотел путин вслух заявил что я отдался мы договорились по всем экономическим вопросам по всему что хочет диктатор лу цены на эргоносители будут такие как он хочет поэтому мы будем все выполнять а вот что взамен они вслух не говорят говорят что только теперь полигоны все опять переходят под руководство путина там будут учиться 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 и даже если не создадут просто из мобиков большое большое количество орды на тех полигонах и если не пойдут стоит территория не все равно будут украине доставлять определенный геморрой которые будут вынуждены держать здесь большое количество своих выраженных сил вот в принципе мне кажется не этого добиваются но я вам хочу поставить в ответ на соагрессоров высказывание гребенщикова то что произошло 24 февраля это пощечина всему человечеству это малых преступления это оскорбление оскорбление всего что значит на чем человечество держится в центре европы господи боже поддерживать войну может только человек но полностью лишенный не просто интеллекта просто головного мозга которые не умеют им пользоваться у россии нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать а это друзья после гребенщикова кстати гребенщиков хорошо сказал про отсутствие мозга у нас с вами только вчера или позавчера был выпуск про отдельную категорию жителей российской федерации это не м и ниже это люди третий вид отсутствие мозга так она и есть после него пошел ответ на вопрос белорусского телевидения где сказали выше что приехали нас поглощать все об этом говорят и путин гордо сказал я никого не хочу поглощать мне не надо я уже все съел армия моя будет себя чувствовать здесь свободно лука полностью управляемый говорить он теперь будет вместо жириновского все что мне надо голосовать в оон будет зачем мне забирать еще один голос в общем друзья был концерт с оркестром с цветами но мы с вами знаем одно что 21 век победить 19 и лозунг нашего канала хороших людей больше постоянно показывает что нас становится больше и больше слава украине живи беларусь до завтра